Промзона в самом центре Иваново за мостом на площади Пушкина давно заботит власти и неравнодушных. Как итог возникла идея реконструкции территории. Проект назвали «Живая артерия города». Пока он существует только на бумаге. Инициативная группа хочет продолжить реконструкцию набережной Уводи еще на полтора километра. Сначала до Дербенева, а потом, если будут средства, и до парка Степанова. В какую сумму обойдется проект, пока сложно даже сказать. Здесь нет ни освещения, ни асфальта, ни даже подъездных путей. Условный проект уже разработан, но пока не обнародован. Здесь все условно. Важно было понять, какие территории необходимо будет задействовать, кто собственники этих земель и какого они назначения по градостроительному плану. Выяснили владельцев 10 человек. И все они уже согласились на реконструкцию и вдохновились. Преобразования им только на руку. Активы сразу подорожают. Эскиз предусматривает саму набережную, то есть бульварная часть, укрепление реки Габионами, озеленение, большая велодорожка шириной 4 метра по всей набережной в ту и в другую сторону, для того, чтобы в нашем городе наконец-то появилась полноценная территория, на которой можно будет кататься на велосипедах, на скутерах, на роликах, на скейтах. И по этой же дорожке планируется пустить в перспективе электротранспорт. Соединить планируют Пушкина и Громобоя. Периодически проводят совещания в мэрии. Владимир Шарыпов амбициозную идею поддерживает. Сложности, правда, масса. Например, на этой территории множество инженерных сетей. Только чтобы их переложить, уйдет много времени и средств. Хочется, чтобы эта территория была не только наполнена историей, но и новым смыслами, новым функционалом. Мы говорим о возможности появления большого количества лофтов. Мы говорим о том, что на берегу должны жить люди, о строительстве жилых зданий. Но это надо все правильно замесить. Правильно так, чтобы тот проект, который мы сейчас за ближайшие 5-7 лет создадим, жил и работал в поколениях на десятки лет вперед. Пока здесь кусты, разрушающееся здание БИМа и больше ничего. Средств понадобится очень много, поэтому в планах войти в две федеральные программы по очистке русел рек и формированию городской среды. Если смотреть оптимистично, проект рассчитан года на 4. Начать при благоприятном раскладе можно будет уже в 2019. Ждем официальной публикации проекта. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.